Всем привет, с вами Костян, мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня у нас обзор на ресторанчик, но в данном случае, вы же знаете, у нас здесь все по-прежнему закрыто, у нас будет доставка из этого ресторана. Они называются ОК Пицца, но ни одной пиццей они там живы. Там у них набор, честно говоря, меня поверг в шок, потому что помимо, значит, самой пиццы, которая у них неплохая, у них донеры, то бишь кебабы такие толстенькие есть. И самое главное, что я хочу сегодня обозреть, это они сами готовят колбасы, сами коптят и солят лосося, сами делают ветчину, и, Ромка, и что там еще было? Бекон. Еще и бекон, да, какой-то. То есть сегодня закажем практически весь вот этот набор, само собой. Пиццу у них тоже закажем, посмотрим, какая она будет, потому что там можно накидать даже голубого сыра на пиццу сверху. И колбаски, и бекон, и все, они сами делают это вообще должно быть класс и вкусно, потому что вот именно такой еды, когда приезжаешь сюда, или когда уже долгое время тусишь, через недельку даже начинаешь думать такой, хочу соленого лосося копченого какого-нибудь, дождемся доставки. И еще самое интересное, я всегда был, честно говоря, противником того, чтобы за границей заказывать, или вообще есть в ресторанах, которые открыты нашими соотечественниками. А в данном случае именно тот самый случай. То есть, во-первых, проверять будем как бы две моих закоренелых таких проблемы. То есть, видишь русского за границей, как говорится, не подходи. Но здесь шеф-повар, у них серп. То есть, они делают по рецептуре, выработанный и так далее, и так далее. Посмотрим, короче говоря, насколько мои убеждения будут сегодня сломаны, потому что как раз-таки вот этих блюд здесь не хватает, своих родных. Копченые семушки, вот этого вот всего. Плюс меня очень, конечно же, подмывает то, что они сами делают колбасы. Вот это вот, конечно, да. Это будет интересно проверить, потому что, ну серьезно, я колбасу тоже хочу сам делать. И вот если мне у них сегодня понравится, я с них с живых не слезу, буду узнавать, как колбасу это делать. У них пепперони, сами делают. Короче, распинаться долго не буду. Мы уже быстренько сделали заказ, у них на сайте есть еще и номер телефона, по которому доступна телега. То есть, ты можешь прям лично по-русски написать туда. Даже тыкать не надо, типа, вот этого, вот этого все привезите, и там прекрасно тебе отвечают. Это неплохо, это замечательно. Дождемся заказа. А вы можете не думать, как я. Если хотите быструю доставку, то москвичам везет, ведь есть же футбенд. По промокоду Костян25 скидка до 25%, вообще на все заказы, на любые блюда. Акция все еще действует. У футбенд, напомню, большие современные кухни, что позволяет готовить блюда по рецептам из разных стран. Горячая пицца прямо из печи, много азиатской кухни, лапша, рис, баклажанчики и другие воки. А девочкам понравится гавайское паке с рыбкой или креветками. И разные роллы с фарерским лососем, например. У футбенд свои курьеры по всей Москве, так что везут быстро и круглосуточно. Сегодня скажу про новые пиццы, которые стали лидерами по продажам. Народ голосует рублем. Вот фермерская пицца. Говядина, курочка, колбаски, картошечка по-деревенски, лучок, соусы. Сытно и по-домашнему, как вы бы на даче испекли. Или вот пицца-кебаб для любителей острых ощущений. С бараниной, кинзой и халапени. Не забудьте морс, чтобы запить. Напомню, по коду Костян25 скидка до 25% вообще на все заказы, на любые блюда из меню. Не только на пиццу. Качайте приложение по ссылке в описании. А вот оно все и подъехало. Я был сначала такой восхитился, что у него термобагажник. А потом смотрю, что и пицца, и то, что должно быть холодненьким. Например, тот же бекон, колбаска или вот эта вот копченая семга. Семга же, да, у них? Лосось. Лосось. Ну, это везде здесь написано лосось. На самом деле, здесь из лососев исключительно вот эта семга дается. И кебабчики. Вот они теплые. Пицца прям, можно сказать, горячая. Поэтому с нее и начнем. Ну, ладно. Вот все в одном, как говорится. Это пока отставим. Посмотрим пиццу поближе. Ого! Колбаски я вижу. Ромка, это у нас, значит, пепперони изначально. Потом с двойным сыром. Потом вот с этими колбасками. Это ты топпинги уже, да, заказала такие? Потом еще и с голубым сыром. Да. Еще и с голубым сыром. Так, она порезанная. Ну, сразу вот так вот с пылу с жар. Слушай, горяченькая. Сыра не то чтобы прям очень много. А давай-ка вот этот кусочек посмотрим. Вот здесь вот вроде сыр получше расплавился. Ну, он не то чтобы тянет. Ну, это горячая пицца. Может быть, в данном случае и не важно, что не тянется. Я как бы не претендую на то, чтобы прям тянулся. Для меня главное, чтобы его было много. Может, это не тягучий сыр, а просто какой-то другой. Здесь руккола. Опять же, с кусочком колбаски. И вот еще тут колбаска. Слушай, вообще нормально. Мясно выглядит. Вот реально мясно. Стоит эта пицца 222 тысячи донгов. Ну, ладно, сейчас заценим, насколько она мясная. Вот очень редко я встречал бы пиццу вкуснее. По поводу сыра. Ну да, может быть, кое-где чуть-чуть хромает за счет того, что не такой насыщенный сыр. Голубого я пока, к сожалению, не почувствовал. Очень мощный вкус колбасок. И вот это просто праздник мясной какой-то. Это пицца не про сыр, конечно же. Это прежде всего про колбаски. Вот их, кстати, чувствуется именно две. И вот эта продолговатая. И те самые пепперони, которые здесь вот тоже набросаны. Это мясной праздник какой-то. Я бы так эту пиццу назвал. Мясной праздник. Серьезно. Травка, рукола, в тему кое-где так попадается. Слушай, я второй кусочек, наверное, заточу. Хочется мне все-таки где-то голубого сыра-то увидеть. Вот где бы его так отдельно, может быть, куснуть. А, вот хотел куснуть без колбасы. Нет, у меня это не получится. Без колбасы здесь, по-моему, кусочек вообще не найти. Вот просто обычный кусок. Посмотреть, сколько в нем колбасы. Ну хорошо, вот эту видно, вот эту. Вот еще одна. Давайте так вот подраскроем. Так, на одном кусочке раз колбаска. Вот это, очевидно, два колбаска. Здесь раз два даже. Вот еще вот эта большая толстая. И я не удивлюсь, если здесь закопано. Да, и здесь еще тоже один кусок колбасы. Она вся покрыта абсолютно мясом. Ну, что я могу сказать? Да, да, я люблю мясную пиццу. Мне попался кусочек вот тот самый сыра. Я почувствовал его. По типу вот дорблю, вот этот с плесенью. Да, он мне сейчас попался. Прикольно. Пикантности добавляют однозначно. Но голубого сыра, как у них написано, видимо, немного. Все-таки так на поверхности побросали. Да, Ромка, иди, зацени вот эту пиццу. Ну, я пока немножко про сыр пораспинаюсь. Его немножко накидано на поверхности. И, соответственно, не во всех, может быть, кусочках он попадается. Очень мясная штука. Крайне мясная. Слушай, ну, для меня тут ничего удивительного. Потому что я у них часто бываю. Это мое самое любимое, можно сказать, место здесь в Фонтиэте. Я когда первый раз еще у них был, я просто офигел, какую пиццу они делают. То есть здесь и тесто просто офигенное, начинок, выбор огромный. И то, что вот колбасы они сами делают, ну, намного лучше, чем я пробовал какие угодно. Покупные колбасы, непокупные и так далее. То есть для меня здесь выбор вообще сразу стал очевиден. То есть ты можешь сказать, что, типа, это номер один пицца во всем Фонтике? Подожди, а мы вот как-то делали обзор, где он там появляется. Вот здесь вот сейчас на Дромкиной головой появится обзор на Моджо. Где мы заказали, пожалуй, самую сырную, мясную, со всеми делами, тоже пиццу. Но там больше про сыр. А вот здесь вот больше про мясо и колбасу. Заметьте, потому что здесь сыр не особо вот тянется. Да, то есть единственное, что можно докопаться, это что сырок не тянется. Он вкусный, он качественный. Это про мясо. Что касается сыра, у меня никогда такого пункта не было, чтобы он именно тянулся. Для меня вкус на первом месте. И что касается, вот как ты спросил, первое ли место в Фонтиете, для меня это первое место вообще из всех пицц, что я в жизни пробовал. Подытоживая по пицце, однозначно это наестся. Если вот вдвоем приехали, захотели крутую мясную пиццу под бокальчик другой пенного, да. Вот это да. 222 тысячи получается, ну с одной стороны не очень дешево, но и учитывая ингредиенты, не особо-то и дорого. Особенно если вы берете ее на двоих. Не в одно же жало съесть вот это. На самом деле 222, потому что можно так сказать, что я заказал две пиццы в одной. Потому что у них есть отдельная пицца вот с этими вот колбасками длинными. Есть отдельно пепперони, а я всегда... Ну ты с топпингами вот назаказывал? Я сказал, мне пепперони и плюс, как в той пицце с колбасками, полностью весь комплект вот этих колбасок. А, это преимущество того, что ты по-русски общаешься с ребятами в телеге. Короче, да, то есть можно всегда наговорить, типа, этого накидайте, этого накидайте. Вот Ромка накидал. Ты доволен? Более чем. Я вот тебе один кусочек заберу, а вот тогда вот это... А ты съел бы вот половину пиццы? Один. Так я у них всю пиццу такую съедаю. Вот хомяк, а вообще капец. Ладно, все, пока у нас тут донеры тоже не остыли, нужно их попробовать. И вот эти два донера. Это по типу кебабов, только такие. Я так понимаю, ого, вот это вес. Прям берешь так неплохо. У нас один из них какой-то с курицей, а другой со свининой. И Ромка, как всегда, еще напихал внутрь всякого. Давайте посмотрим, какой из них какой. Короче, шавуха. Это курица, очевидно, да? Да, это курица. Слушай, а вот это сочность. Ты посмотри, а? Слушай, мяса-то как много. Неплохо, неплохо. Сиротливый салатик какой-то здесь, пускай там внутрь потусует. Походу грудка, да? Похоже, да. Вот как бы суховато не было, но соуса вроде навалено. Хлебушек подзажаристый, но я бы похрустяще его чуть-чуть все-таки сделал. Они вот тоже сами пекут, кстати. Сами пекут? А, ну окей. Тогда не будем придираться, потому что, может быть, так и должно быть. Ладно, если сами делают. Это, кстати, заметь, половина еще хлеба. То есть один хлебец такой, видимо, идет на два этих донера. Ну и второй для контрасту достанем. Чуть-чуть подразмок. Это, видимо, соусная сторона. А это свинья и всякая. Ё-моё! Вот это те самые колбаски, которые были на пицце, да? Подожди, а где вот свинина? Я вижу только колбаски. Нет, свиные колбаски. А, это свиные колбаски. То есть... Слушай, ну вот это порцай. И вот как вот это съедать-то, а? Ты серьезно, ты посмотри. Там до низу этой колбаски, там внутри вот уже овощички пошли, там капусточка какая-то, да? Вот так вот куриный я кусочек отрежу. О! И вот это вот уже я попробую. Здесь все, вот и овощички, вот они и есть, вот и куча мяса. Так что зацеплю, как говорится, в раз все. Для начала с курицей. Да, это тот самый соус, который идет в шаверму. Это чесночно-укропный. Насчет укропа я еще не уверен. Может быть, он где-то здесь есть. По-моему, я видел там микро-такие кусочки укропа. Но вот чесноком именно тот самый аромат, как бы соуса, который должен быть. Ну да, это обычная наша шаверма. Серьезно, очень вкусная, отличная наша шаверма. Со свежим лучком, как я люблю. Может быть, не все любят иметь прям свежий такой лучок. Но здесь даже красный. Видно, что это красный лук. Зелень есть, мясо прилично. Я бы вот единственное, до чего все-таки докопаюсь, булочки бы чуть-чуть более хрустяще поджаривал. Это вкусный, отличный, ну не лавашик, но, соответственно, такая мягкая булочка. Очень приятная, крайне подходящая сюда. Но я бы ее все-таки чуть-чуть более похрустяще сделал. Подержал подольше. У меня вопросов не возникает по поводу вкуса. Сколько они стоят? 108 за оба. То есть по 54? Да. То есть вот это 54 и вот это 54. А как бывает вообще? Вот серьезно, так бывает? Как видишь, да. Охренеть. Вот это да. Ну-ка я ладно, отсюда чуть-чуть, чтобы так не сильно развалить тоже. Посмотрите внутри, как это выглядит. А теперь свиные колбаски. Сытная штука, серьезно. Я после пиццы и вот этой уже как бы желудок такой слегка полноват. Даже, черт возьми, вот эту штуку я съем. Я, наверное, не знаю, как дальше-то переходить будем. О, а здесь мне еще черри попалось. Я такой посмотрел, а неужели разное наполнение по овощам. Нет, здесь черри тоже есть. Просто он здесь так вывалился отдельно. Такой кусочек помидорки. Наполнение кайфовое. Вот эти колбаски более соленые, более мясные, насыщенные. Слушай, а я все, вот этот кусочек я сейчас доедаю, как бы, и уже наелся. Вы знаете, я всяких шабух перепробовал много, естественно. Но чтобы в такую цену вот так вот объесться, вот я ни разу здесь вот точно не встречал. В Питере все, что мне попадалось, ну, это еще стародавние времена, когда я там ел, но там было, ну, раза в три меньше всего внутри, да и по объему это было меньше. А если это было в ту же цену, то там было, честно говоря, как-то и есть не особо. Я имею в виду, что там жилистая, курица, вот это вот все порубили вместе с будкой, короче. Я искренне удивлен. Серьезно, я искренне удивлен вот тому, что сейчас вот привезли. Единственное, что я, может быть, чуть-чуть, знаете, докопаюсь в то, что вот когда ты ешь, здесь снизу остается, ты вот мясо уже все съел, здесь снизу остается исключительно вот салат и как бы вот это все. Но я понимаю, что они прокладывают листом салата, чтобы не промокла булка. Это понятно. Ну, я бы, может быть, просто сверху бы тоже еще один листик салата добавил, чтобы он кусался вместе с мясом. Ох, я уже, честно говоря, прям действительно полный. Но у нас самое главное, а именно всякие соления, копчения и так далее. Давайте вынимать потихоньку. Это, очевидно, колбаска. Та самая. Мы граммчиков по 200-300 всего заказали. Это не знаю, что такое. Сейчас будем открывать. По весу что-то маленькое тоже. Давайте все потихоньку раскрывать. Так, резинка, слезай. Ага, все в пакетах. Слушай, ну, выглядит... Выглядит как наша вот горбуша, знаете? Вот это вот копченое в магазинах продается. Мясо плотное. Очень даже плотное. Главное, что холодненькое, отлично. Что это? Потому что мы заказали там, считай, все меню. Все, что было. Ага. Это малюсенький кусок на пробу копченого же бекона, да? Грудинка, то бишь. С сальцом, с мясцом. А это должен быть ветчина, да? Ветчина. О, ничего себе. А вот это... А ты что за довесочек такой? Слушай, ну, выглядит-то прям все пока что крайне достойно. Колбаска. Слушай, подожди, вот это они сами вот это делают? Да. Вот это вот? Да. Довольно мягкая, не такая плотная, как вот наши, знаете, вот это с салями и все такое прочее. Ну ладно, главное на вкус. Потому что она, ну, действительно, чуть-чуть прогибается. Маши-то вот обычно твердого копчения, их там хрен прожмешь. А это такое. Что ж, учитывая, что здесь все копченое, но, пожалуй, все-таки рыба должна обладать наиболее нежным таким все-таки вкусом, начнем именно с нее. Давайте какие-нибудь кусочки поднарежем. Ага, похоже, рыбка была замороженная, вот слышите? Вот она пилится, и внутри здесь характерные такие вот, значит, штуки. Копченую, в данном случае, я считаю, что, наверное, все-таки можно замораживать. Видимо, не так часто берут, поэтому приходится замораживать кусочек. Главное, на вкус. Отличная копченая красная рыба. Здесь ни прибавить, ни убавить, вот никаких дополнительных еще слов у меня нету. Это то, что я хотел, это копченая, красная, слабой соли рыба. Пытаюсь представить, а что бы я ей добавил? Я бы ей добавил кусок хлеба, масла, и сверху бы эту рыбу положил. Вот что я бы ей добавил. Ничего больше. Твое мнение. Да это вообще мой любимый вид рыбы, и как бы он не был приготовлен, он для меня всегда будет классным. Ну, вообще, на самом деле, красная рыба действительно очень благодарная штука. То есть, можно как и сашими сыромятки есть, так и, в общем-то, неплохо. Здесь я могу добавить что? Посолено, отлично. Прокопчено прям очень хорошо. То есть, ты действительно ешь копченую рыбу. Ты заказал копченую малой соли, ты получил копченую малой соли. Что-то как-то больно позитивненько получается, а? Ты не думаешь? Скажут еще, продался, вот это все. Ну, так если ребята классно делают, что про них... Не, вы поймите правильно. Если даже, даже если бы я там продался, я бы заругался один хрен. Ну, могу заругаться, что действительно замороженный кусок рыбы был. Очевидно. Но понять прекрасно я могу, ребят. То есть, накоптили рыбу и как бы не так часто ее берут. А куда? Чтоб она пропадала? Нет. И в данном случае на вкусовых качествах это не особо вообще никак не сказывается. Это неплохо. Но рыба нежная, вкусная, отличная, жирная. Все, кайф. Теперь по нежности должна быть ветчина следующая у нас, по идее. А вот эти вот две такие суровости оставим. Давай ветчину нарежем как-нибудь. А давай я вот так вот посередке. Слушай, это сплошное мясо, считай. То есть, снаружи как будто кажется, что здесь жир-жир, да? А вот так вот. Ну, вот это просто часть более жирная как бы. Я хочу именно как раз с жирком, честно говоря, попробовать. Давай вот поэтому вот так вот. С краешку. О, здесь вот, да, жирка побольше. Впрочем, честно говоря, ветчина, например, вот так вот и должна быть. Чуть-чуть жирка, чуть-чуть мяска. О, вот это, считай, для меня идеальный кусочек. И то, и то присутствует. Ну, вот тут чуть-чуть наругаюсь. Пересолена, на мой взгляд. Откровенно пересолена ветчина. Она такой не должна быть. А вот вкус самого мяса хорош. Только он, к сожалению, настолько сильно замаскирован под солью, что его приходится угадывать. Он хороший, он замечательный. Просто, ребята, они ведь наверняка будут меня смотреть. Ну, не солите так сильно. Может быть, у вас там нитритка для цвета переборщина. Или, наоборот, просто обычный натрий-хлор. Ее много, очевидно. То есть, нужно поменьше. А вкус самого мяса, и вот именно ветчинный вкус, он есть. Просто его приходится распознавать. А это вот немножко хромает. Сколько стоит, кстати, вот каждый кусочек-то? Так, рыба, значит, 210-300 грамм. Ага. 300 грамм ветчины, 110. Хм. 300 грамм, 110. Ну, да, нормальная, в общем-то, цена для готового продукта. Да. 100 грамм бекона, 45. 45. Вот за этот кусочек 45. Ну, главное, на вкус посмотрим. В принципе, не то, чтобы и прямо и не дёргая, и не дёшевая. Нормально. Так, и вот эта колбасина, считай, целая. И 300 грамм пепперони, 200 тысяч. А, это пепперони, не салями. 200 тысяч за 300 грамм. Считай, целая бы палочка, она вот такая бы была, да? Ну, я, по-моему, видел у них висящие, они где-то в два раза были. А, вот такие, что ли? Ничего себе, это 600 грамм. То есть мы пол-палки взяли. Хм. Слушай, ценники-то нормальные, серьёзно. Учитывая, что это и копчёное. И вот как, кстати, ветчину делают, я не знаю. Это солят, выдерживают. Никогда не интересовался просто, не знаю, серьёзно. Вот с копчёным бекончиком, сейчас мы его и попробуем. Вот я примерно представляю, как и делается, как и должно быть. Кстати, заметьте, здесь шкурятина тоже присутствует. А шкурку здесь вот, именно вот после того, как мясо и сало прожевал, шкурятинку ещё тоже прожевать. Поэтому я люблю очень тонко нарезать. Слушай, выглядит внутри просто кайфово. Это вот то, что нужно. Аромат, конечно же, копчёности присутствует в полный рост. Сейчас вот таких вот тоненьких немножко поднарежем. Кто смотрит меня давно, тот знает, какой я фанат бекона. Потому что здесь, да и в Тае, и здесь, и каждый раз, когда мы куда-то выезжаем, первым делом я бегу в магазин и смотрю, есть ли там вот эти вот полосочки бекона. Ну, знаете, в вакууме, который упакован. Здесь они не то чтобы дорогие, не то чтобы дешёвые, скажем так, чуть-чуть подороже, чем у нас. Я не помню точно цену. Типа в районе 300 грамм стоит там, по-моему, 180 тысяч донгов. Врать не буду, это плюс-минус там 30. Поэтому бекон одна из моих любимых здесь закусочек. Я очень надеюсь на этот бекон. Сразу чувствуется консистенция мяса, что это домашняя приготовка. Здесь есть как и восхититься чем, так и докопаться до чего. А именно, шкурка, конечно же, очень твёрдая. То есть, её реально прям жевать-жевать. То есть, можно, знаете, вот нижнюю часть как бы со шкуркой так вот отрезал, мясную съел, потому что она действительно очень нежная, свежая. Её прожевал, а потом вот уже оттопыриваться, значит, именно чтобы пожевать шкурять. Вместе я бы это всё-таки не жевал, потому что, ну, иначе это затянется очень надолго. По поводу самого мяса. Это чувствуется, что это сырокопчёный такой бекон. То есть, и он не до конца термообработанный. То есть, это вот как мы в своё время с дружг грудинку солили. То есть, это отличный, замечательный рецепт. Но для новичка, который никогда раньше такого плана мяса не пробовал, для него это будет, господи, я ем сырую свинину, для меня норм. Но для широкого круга людей, боюсь, что это будет перебором. То есть, действительно, это отдаёт, ну, не сырым мясом, а консистенции сырого мяса. Я бы температурный режим немножко изменил, чтобы дать именно мясу полностью, значит, приготовиться. То есть, там в районе, я не помню, а, нет, брать, по температуре не будет, там 72, по-моему, градуса. Ну, не суть. Вот тогда бы это была полностью готовая беконная штука. По вкусу отлично. Вот до вкуса не докопаюсь. Это и прокопчёное, это и в меру как раз солёное. Самая солёная штука вот эта. И после вот этой ветчины солёность вот этого бекона, её как будто бы и нет. Серьёзно, то есть, вот с ветчиной что-то ребята делают, как бы, очень много соли. А здесь вот нормально всё. Но, опять же, вот мне нормально. То есть, я привык к солёной грудинке, которая просто без термообработки, просто солёная. То же самое с копчением. При холодном копчении, там, долго, когда выдерживаюсь, тоже особой термообработки нет, как бы, тоже нормально. Что же, осталась колбасина. Очень тоже копчёный аромат. Ну, сегодня мы её пробовали. Она была у нас в пицце. Я так понимаю, от шкурятин никаких очищать тут ничего не надо. Тоненько просто нарежем. Уже дымное кольцо, вот такое всё, что прям видно, да? Да не впечатление, а видно его. А это что, с перчиком с каким-то ещё, да? Халапешки там внутри столь какие-то? Ну, вот, видишь, такие попадаются. Да-да-да, похоже, с каким-то перчиком. Пепперони. А здесь всё в порядке. Она мягковата чуть-чуть, на мой взгляд. То есть, ну, правда, как на мой взгляд? Мы просто привыкли к более твёрдой колбасе. У этой просто другая консистенция. По поводу свежести, готовости, всё отлично. По поводу вкуса, просто отлично. Это очень перчёное, очень папричное. Но то она и пепперони. Я бы с удовольствием, если бы я такое мог бы готовить, я не знаю, поделится, ребята, рецептом, не поделится, я бы вот с удовольствием такое сам делал. Потому что это очень вкусно, это просто здорово. Вот очень важно в колбаске, когда ты начинаешь есть, очень интересно. Сначала это, прежде всего, паприка довольно мощная. Потом как будто бы вкус, ну, знаете, зелёного перца, который не острый. А потом появляется острота небольшая. И мясо очень приятное. И жира тоже в тему. И копчёность, ну, она, само собой, она как бы общие ноты всегда присутствует. Я не думал, что нужно даже её упоминать. Это и так понятно. С моей точки зрения здесь всё супер, потому что вкус отличный. И, как я люблю, остринка, причём хорошая, присутствует. Ну, острота, я бы сказал, такая, ну, наверное, на троечку. Да, из десяти. Хорошая, я имею в виду, для колбасы. Да, для колбасы, конечно, да. То есть она на троечку из... То есть у вас гореть не будет. То есть можно смело вот так 4-5 кусочков съесть, вы не сгорите, как бы, всё будет в порядке. Что я могу сказать по дополнительным вот вещам? Да, по большому счёту, у них всё здорово. Ну, вот, единственное, ты чего-то копаешь. Ну, вот, буженина, вот эта ветчина, чуть-чуть пересоленная. А вот эта подлюбителя, для нормальных, хотел сказать, людей, для тех, кто уже перепробовал кучу всякой разной свежесолёной свининки, там, или подкопчёной свинины, это зайдёт. Для тех, кто привык исключительно к магазинным вариантам, ну, скажут такие, ой, она, конечно, вкусная, но, блин, она сырая. Колбаса просто как покупная, просто более нежная, мягкая внутри. Видимо, там, набивать можно поплотнее, делают таким образом. Я не против, это отлично. Рыба тоже замечательная. И вот рыба, как раз, вообще ничем не уступает покупной. Ну, а что касается пицц и донеров, то бишь шавух, пицца, да более мясной я не встречал. Вообще ни разу не встречал. Более сырный встречал, более мясной нет. Мы, конечно, топпингов заказали дополнительных, но в эту цену, даже с топпингами, обычно ты вот закажешь, о, хочу мясо, а тебе приедут, там, просто вот еще вот два таких кусочка колбаски кину, как бы на пиццу, и все. Это не то. А по поводу шавуха, да это уестся. Тем более, не забывайте, она 54 тысячи донгов стоит вот эта шавуха. У меня нет вопросов. Ребята красавчики, ребята молодцы. Это я такой еще докапыватель до них, вот это вот все посоветовал. Если они даже на мой вкус отреагируют, и как-то что-то поправят, им просто флаг в руки, я буду крайне рекомендовать. Тем более, что вот по этим вот закусончикам здесь соскучиваешься очень быстро. Через неделю уже начинаешь тосковать. Особенно вот по рыбке, ветчине и так далее. Кнуш колбаску здесь еще все-таки достать можно. Поэтому да, я крайне доволен тем, что мы сегодня заказали из этого рестика у ребят. Тем более, что можно и к ним и заехать в рестик. И там у них все это в наличии есть. Просто попросили нарезочку, все отлично. Так что да, крайне рекомендую. Ссылка на ребят, как всегда, будет в описании. Потому что мне никогда не жалко, если кто-то делает хорошо, указать ссылку и вам порекомендовать. Ну а с вами был Константин. Для подписчиков Костян. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok